Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал 6 ТВ, в эфире актуальное интервью. 19 августа на территории стадиона имени Ленина пройдет международный фестиваль корейской культуры. Его проводит Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. Фестиваль посвящен годовщине победы над милитаристской Японией и освобождению корейского полуострова. Сегодня о проведении фестиваля нам расскажут наши гости. Владимир Николаевич Бейк, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, член Общественной палаты Хабаровского края. И Сергей Цой. Здравствуйте, Сергей! Заместитель президента Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, что ждет жителей нашего города и края во время проведения фестиваля? Вы знаете, 19 августа, это суббота, на территории стадиона имени Ленина мы проводим очередной 19-й по счету фестиваль корейской культуры. Очень символично, 19 августа и 19 фестиваля. 19-й раз, 19 августа. Фестиваль проводится при финансовой поддержке правительства Хабаровского края, Федерального агентства по делам национальности и за счет собственных средств. Мы приглашаем всех жителей города Хабаровского края, гостей присутствовать на этом мероприятии грандиозном. Там будет как раз и торжественная часть, концертная программа. И мы предоставим уникальную возможность ознакомиться в соприкосновении с корейской культурой. Это национальная кухня, это национальная одежда, конкурс национальной одежды, и игры национальные, и многое другое. Сергей, скажите, что конкретно, наверное, наших зрителей, может быть, это особенно заинтересует, что из корейской национальной кухни можно будет попробовать во время фестиваля? Ну, конечно же, там будут представлены традиционные корейские блюда. Самое популярное? Это вот кимчи, и не менее популярное это кимпап. Это вот такое блюдо для быстрого перекуса. Это как бы такой большой ролл, но он не совсем ролл, но там будет проходить мастер-класс, и желающие могут принять участие непосредственно в приготовлении данного ролла. То есть не только попробовать, но и самим попытаться приготовить, да, с моим гостем? Там нет ничего такого сложного, поэтому в наших условиях это вполне реально приготовить самому, и, как говорится, вкусить вкус корейской кухни. Владимир Николаевич, а какие коллективы выступят на... Я просто еще добавлю, Сергей, там ролла, там, да, можно приготовить в наших условиях, в одиночку, ну, максимум длиной 30-40 см, а здесь будет возможность приготовить длиной 5 метров, сообща. 5 метров, да, поэтому это будет интересно, да. Да, что очень многие гости фестиваля захотят его потом попробовать. Многие гости фестиваля будут участниками как раз в приготовлении этой продукции. Вернемся к тому, что вот я хотела бы узнать, я думаю, что наши телезрители тоже, какие коллективы выступят, что вообще ждет? Вы знаете, до пандемии, да, когда еще авиасообщение было, приезжали к нам артисты из Южной Кореи, присутствовали, принимали участие в Северной Корее. Но сегодня, в связи с тем, что нет авиасообщения, поэтому в этом году мы проводим концертную программу своими силами и присоединяемся в Ассамблее народов Хабаровского края. Получается, представители других национальностей, которые состоят в Ассамблее народов Хабаровского края, также примут участие в фестивале? Обязательно, обязательно. Там интересная программа мой. Отдельные песни будут исполняться на пяти языках. Есть песни, которые исполняются на двух, на русском или на корейском языках. Будет очень интересно. Владимир Николаевич, во сколько начнется фестиваль? Фестиваль начнется в 12 часов, продлится до 15.00. Особенностью этого фестиваля является еще как раз и с учетом проведения специальной военной операции, мы как раз проводим, уделяем очень большое внимание и сохранение исторической памяти, исторической правды. В связи с этим будет выставлен сцен участников Героя СВО. Владимир Николаевич, появление корейцев на территории сначала Российской империи, а потом и Советской России, упоминается в различных документах достаточно давно, уже более 150 лет. Есть упоминания в исторических документах о появлении корейцев на территории Российской империи. Скажите, с чего началось все? Когда первые корейцы появились? Ну, мы точно помним дату появления наших предков. Это январь 1864 года. Вот с этого времени началась история как раз становления, переселения, миграции российских корейцев. Значит, история России, Российской империи, потом Советского Союза и Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, Сергей, вот вы говорили, что ваши предки также переселились примерно в это время, и даже существуют семейные воспоминания о том, как это происходило. Да, мои предки одни из первых пришли на территорию, тогда не было еще, была царская Россия, не было границ, и бабушка мне рассказывала, что ее, родители ей рассказывали, что они пришли на берег моря, это был Хасанский район, не знаю где точно, сами они жили где-то в континентальной части Кореи, и море никогда не видели. Ну, вот они пришли и увидели море, и на берегу лежали большие-большие крабы. Они были такие страшные, что они даже побоялись к ним подходить, и даже не знали, что их можно есть. А тогда был голод, и вот такой интересный момент был. И почему они пришли, потому что, действительно, в то время в Корее было очень сложно, было мало земли, был голод был, поэтому люди искали, где лучше, поэтому они и шли. И тем более в то время никаких границ не было, спокойно шли и искали новые земли для жительства. Владимир Николаевич, история дружбы между Россией и народами Корейского полуострова, она, как мы уже сказали, насчитывает более 150 лет, и она не ослабевает. И дружественные связи, которые установились много лет назад, особенно во время того, когда Советский Союз помог, наверное, внес решающий вклад в освобождение Корейского полуострова от милитаристской Японии, и с тех пор эти дружественные связи также не ослабевают. И этому есть множество подтверждений. Например, осенью 2022 года в Сеуле, на территории Сеульского кибер-университета, был установлен памятник великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову. И, кроме того, установлена стела со стихами, наверное, самого великого русского поэта Александра Пушкина. Позволю себе зачитать эти стихи. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья верь настанет, сердце в будущем живет». Наверное, в этих стихах какая-то прослеживается не только мудрость российского народа, но и народа Корейского полуострова. Вот что вы расскажете? Наверное, мудрость всего народа, сердце в будущем живет. В этом ключевое слово, наверное, да? Я действительно был в октябре прошлого года на открытии этого комплекса. Не побоюсь сказать, действительно, это комплекс, это память Антону Павловичу Чехову, стела со стихотворения Арсена Сергеевича Пушкина, как вы сказали. И рядом стоит память Петру Ильичу Чайковскому, пять лет тому назад там открыл. Был установлен на территории этого же университета. Да, на территории этого института. Поэтому, конечно, вот это стихотворение читала известная в Корее актриса на корейском языке. Вот так она читала. Тишина там стояла. Просто такая тишина. Она погрузила всех в нас. Именно вот мир культуры, русской культуры. И что мне запомнилось там в своем выступлении, госпожа Ли, это бывший срезвычайно-полномочный посол в городе Москве. Она очень хорошо владеет русскими языками. Она сказала, мне в моей жизни повезло, что я столкнулась с русской культурой. Представляете, вот такая оценка. Это же непростой человек в Корее, да, срезвычайно-полномочный посол. Ну, хоть бывшая и так далее. Она уже в возрасте, женщина. Вот это дорогого стоит такая оценка. И несмотря ни на что, я добавлю, да, на официальный курс правительства все же вот народ по-другому относится. Вот события, которые происходят у нас, они любят, уважают Россию, нашу культуру и стремятся развивать эти отношения. Не менее теплые отношения между нашими, между Россией, у России существуют и с Корейской народно-демократической республикой. Мы были свидетелями недавнего визита министра обороны России Сергея Шойгу. И был очень оказан теплый прием. Сейчас мы можем, уважаемые телезрители, увидеть небольшой фрагмент торжественного концерта, который был дан в честь приезда министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР. Очень теплое было приветствие. звучало множество песен на русском языке. И я думаю, что мало какой прием сейчас получает российская делегация не в каждом государстве. Вы знаете, я еще добавлю, что действительно был прием на высочайшем уровне. И впервые в истории КНДР, Корейственного народно-демократической республики, глава этого государства принимал Шойгу в своем личном кабинете. Такого, как они сказали, по протоколу не было у нас. То есть, это такой показатель очень высокого доверия. Да, высокого доверия. И касаясь вот этой тематики, еще я бы хотел сказать, что тематика освобождение корейского полуострова, есть история, интересная история для Хабаровского края. Это Вятская, да? 88-я интернациональная бригада. Которая как раз была образована здесь у нас, в Хабаровском крае, по-моему, в 1942 году. В 1942 году. И базировалась в селе Вятском. Расскажите немножко вот об этой бригаде, потому что я думаю, что может быть, не все наши зрители. Это пример боевого братства между народами Китая, Кореи и России. Вот это отправная точка вот истории боевого братства. И касаясь, допустим, КНДР, начало специальной военной операции, они официально поддержали позицию Российской Федерации. Они официально признали ЛНР, ДНР, помните, да, здесь истории? Поэтому, я думаю, и визит в Шайгу это не случайно был визит. Это как раз продолжение вот этого отношения полного доверия между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой. Владимир Николаевич, вы являетесь президентом Ассоциации Корейских Организаций Дальнего Востока и Сибири. Расскажите немножко нашим телезрителям о том, какую работу ведет Ассоциация, потому что вот сейчас они смогут столкнуться и сами непосредственно принять участие в фестивале корейской культуры, но, наверное, это только маленькая часть той огромной работы, которую вы ведете. Первое, это, видимо, популяризация корейской культуры, обычаи, нравы, традиции. И второе, это сохранение исторической правды, памяти. И эти моменты, если вы придете как раз на нашу сель, увидите овощи. Там будет все это расписано, увидите, услышите. И поэтому там представлены будет стенд, 16 стендов будет, так, об истории российских корейцев, фотографии лица и о героях СВО. Участники СВО из числа российских корейцев, берегов Дальнего, Тихого океана до Калининграда. То есть мы собрали эти материалы, то, что есть, насколько нам удалось, этот будет интересный материал. То есть мы должны сохранить эту правду и донести до всех. И до продолжающего поколения, и для людей, которые живут с нами, в окружении нас и так далее. Сергей, скажите, пожалуйста, может быть, что-то можно добавить о том вкладе, который ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири несет в сохранение корейской культуры здесь, на территории Хабаровского края. Вот что принесло открытие корейского культурного центра Ари-Ран всем жителям нашего края? Ну, конечно же, это, как сказал Владимир Николаевич, одна из основных задач это сохранение национальной культуры и традиции. Помимо главных праздников, это 15 августа, день освобождения Кореи и окончания Второй мировой войны, у нас еще в Корее есть другие праздники. Это Луна Новый Год, это праздник урожая. И мы также их проводим, показываем населению, что это такое. И поэтому в рамках работы в особле народов Хабаровского края мы приглашаем другие национальности, центры, чтобы приняли участие в наших праздниках, чтобы показать свою культуру. Поделиться ее. Ну и, соответственно, показываем то, что разные люди, разные национальности живут на Дальнем Востоке как одна и дружная семья. И чем больше мы знаем друг о друге, тем проще и дружнее нам будет жить в будущем. Вот примерно так. Владимир Николаевич, Корейский культурный центр Авиан, который был открыт в 2017 году, я думаю, что является сейчас центром притяжения всех членов Ассамблеи народов Хабаровского края. Ну, так и есть. Многие мероприятия, в том числе по линии Ассамблеи народов Хабаровского края, мы проводим, часть мероприятия проводим именно на стенах Ариран. Просто хочу сказать еще, у нас в территории Арирана существует еще Центр по изучению корейского языка, это программа Республики Кореи, Министерство образования Республики Кореи. Сейчас идет набор с 1 сентября, уже с 1 августа начался набор, форма обучения бесплатная. Тоже приглашаем. То есть вы приглашаете всех желающих вам в центр, всех, кто хочет изучать корейскую культуру. Независимо от национальности, независимо от возраста. Владимир Николаевич, наша программа, к сожалению, подходит к концу, и я хотела бы напомнить, уважаемые телезрители, 19 августа Ассамблея народов Хабаровского края, Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири ждет вас в 12 часов на территории стадиона имени Ленина, чтобы вы смогли принять участие в международном фестивале корейской культуры, присоединиться к большой семье Ассамблеи народов, познакомиться больше с корейской культурой, попробовать блюда различные. Спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Вы смотрели актуальное интервью Телеканал 6 ТВ. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»